Купил я себе синюю PS Vita, а это версия Wi-Fi, без 3G, она работает немного по-другому, и все мои сохранения на чёрной, так что как основную пока что использую чёрную, а синяя у меня как запасное авто, да, как некоторые используют, пока одна в ремонте, поезжу на второй, так вот у меня так с Vita, пока одна заряжается или где-то лежит, о, синяя, на глаза попалась, сел поиграл. Сейчас есть возможность взять вот такую белую фэтку, но они все тоже Wi-Fi, какая-то прошитая, какая-то нет, цена от 18 до 21 тысяч рублей, и вот что думаете, стоит брать Wi-Fi или всё-таки как-то поискать 3G версию белой Vita? Всем привет, утричка нового дня, на самом деле я ещё не ложился спать, я с ночи так и сижу, вот только собираюсь, наслаждаюсь своими гаджетами, тут пробую всякие режимы фото, достал Viva и Vita синюю, и сижу это делаю, фоткаю на разные смартфоны, и смотрю, что получается. А Полина ещё принесла тут диковинный фрукт, разрезала его, и он вот так вот классно выглядит, ещё теперь его можно фоткать, ещё положить туда, вон там у нас есть яблоко, и есть ещё бананы, можно из этого что-то сочинить и делать классные фоточки. На самом деле мне порой кажется, что фотосъёмка и видеосъёмка, как хобби, может тебя очень сильно затянуть с головой, можно туда уйти на много месяцев, ты можешь стихийно просто вот так вот внезапно взять, этим заняться, и оно тебя не отпустит. И сидишь потом сравниваешь, особенно если у человека есть ресурсы на покупку объективов, камер, или вот как у меня разных смартфонов, у тебя лежит их штук 20 или больше, даже если ты какой-нибудь влогер, обзорщик, или просто мультимиллионер. И ты выбираешь один смартфон, другой, тыкаешь там разные режимы, это всё так интересно, какой смарт лучше справиться, выставляешь какие-нибудь сцены и сравниваешь потом результат. Полина просто взяла, разрезала манго и принесла его на тарелочке на стол, и это меня спровоцировало опять достать смартфоны, начать сравнивать фото и видеорежимы. Я взял Vivo и удивляюсь, как он классно фоткает, хотя это среднячок, это не топовый смартфон, это V23 Gold, который 5G, не E-модель, а 5G, и он так классно фоткает. А я наслышан о том, как классно фоткает топовый Vivo X100 или X100 Pro, и мне интересно себе такой взять где-нибудь в аренду или приобрести и посмотреть, как он снимает видео и фотографирует. Хотя, честно говоря, внешний вид его мне совсем не нравится, дизайн довольно ужасный, но фотовозможности у Vivo просто выше всех. Я вот сравниваю свой Galaxy Z Fold 5 и остальные смартфоны, но топовые Vivo, похоже, сейчас фоткают лучше всех, это бесспорно, если смотреть обзорщиков, у которых очень много смартфонов. Какой же красивый фрукт, не остановиться, фоткаю и фоткаю, прям красота. Чё он такой фотогеничный? Проснулся, перекусил помидоров, посмотрел пару видосов, поспал часов 7 я, наверное. Нормально. Теперь можно прибираться в комнате. Влажность 91, плесень кайфует. Вот она, пошло дело. А то у неё летний перерыв был, она летом не размножается. А в сентябре-октябре, приветики, я снова здесь. 94, влажность. Офигеть. И это нас ещё не было в комнате. А если бы мы дышали здесь, она бы ещё повысилась. Я тут прибираюсь, у меня была хурма, она потекла и пустила волосатую плесень. Такая светлая, с серыми кончиками. На хурме здорово растёт плесень. А ей всего сутки или полтора, часов тридцать может. А она вся вот так распосталась. Потекла и заплеснела. Испачкала нам вот эти вот поджаристые нечто. Оладьи или кто они там были. Успел. На улице темнеет. Я прибрался в комнате, вынес коробки. Прибрался на крыше, подмел. Там теперь порядочек. Можно и на крыше посидеть. Я вот что подумал. Если на стене нет конденсата, и она сухая, значит на улице очень тепло. И всё ещё можно тусить во дворе. Потому что весной, когда на улице холодно, вся эта стена мокрейшая. Она вся в каплях. С неё текут полоски воды. А если сухо, значит очень тепло. Ну и к тому же я потный сижу. Значит, лето продолжается. Несмотря на хмурую погоду. Теперь я буду каждый день колёса хавать. Вот такие зелёные. Это спирулина. Полина купила целую пачку. Можно хавать каждый день. Типа как пищевая добавка. Приехали с мамой в Маганит. Здесь арбузы завезли пятнистые. Те вон обычные, полосатые. А эти пятнистые. Один вообще треснул. Ничего придавлено. Маловато, нет? А то свеженький. Он не намного больше того. Какой-нибудь большой возьми, да. Большой, вот этот большой взять. Интересно попробовать. А цена, кстати, на них какая? А цена... А цены нет. Может вот так, 19 рублей? В начале, в этом году, арбузы стоили 110 рублей за килограмм. А теперь вот 19 рублей. Съездил. Привёз маму. Привезли воды. Вывез мусор. Подзарядил аккумулятор. И что-то ещё сделал. Пять дел получилось разом. Во дворе выше стояла машина. Её подрал петух. Ниже поставил её два дня подряд. Жёстко драли кошки. Исцарапали ЛКП. Кошары кончены. Следы кошачьи. И царапины глубокие. Так что решил её со двора вообще вывезти. Оказалось, что соседские дети-монстры даже меньше вредят автомобилю, чем животные на участке. Животные намного больше дерут и колупают машину, чем дети. Она в итоге на даче намного больше на участке пострадала. Казалось бы, под присмотром во дворе. А там она намного больше пострадала, чем здесь. Так что оставлю лучше здесь. Надо только выйти, будет помыть. А то она, бедолага, вся в земле, в грязи. Пришёл домой. Переоделся. А Полина времени зря не теряла. Наготовила там еды. Рис с мясом. И борщ на курице. Это что-то относительно новенькое. Ведь обычно мы его делаем на индейке. И вчерашний фрукт диковинный у нас ещё остался. Я отказываюсь его залпом есть. Он слишком красивый. Сейчас посмотрел видос. Про эти анберники опять. Консольки для эмуляторов. И человек говорит, что в основном играет в игры от PS1. Я думаю, во! То же самое. Классная была эра. Сколько же там прекрасных игр. Ладно, буду дальше жевать еду. А то с набитым ртом говорить. Это, наверное, не всем нравится. Включил Uncharted на двух видах сразу. На второй, возможно, по линии дам поиграть. Если захочет. Предложил. Она вроде согласилась, но куда-то убежала. Лишь бы не играть. Пахали винограда. Арбуза. Какой-то у нас фруктовый день. Нравятся мне вот эти пазлы в Uncharted. Да и протирание предметов сенсором нравится. И то, что пазлы нужно собирать. Вот с этими фишками намного интереснее играть, чем взрослую версию на PS3. В общем, игра согласен, что круче на PS3. Но вот этих вещей не хватало там. Там DualShock 3 же с акселерометром. Но без сенсорной панели, без камеры, без динамика. Что они могли бы туда добавить? Да, они, собственно, акселерометр даже не стали добавлять. Возрослой версии на PS3. Он там не используется. И это очень печально. А здесь постарались технологии использовать. Используется задняя панель, сенсорная, передний сенсор используется. И постоянно акселерометр используется. Можно целиться наклонами приставки. И в одном месте использовалась камера. Нужно было просвечивать лист бумаги. На свет нужно было консоль поднести к яркому свету. Чтобы у тебя просветились символы на листке пергамента. И это все интересно. У меня уже примерно 18 глава. Начинается у меня новая глава в Uncharted. Кажется, 21-я. И они на какой-то лодке. И мне кажется, здесь графон. Водичка блестит. Джунгли. Лучи света падают. Значит, могут. Могли же классную приключенческую игру сделать. Ночью, чтобы по джунглям среди факелов ходить. Небо сделать классное, звездное. Вот такие сцены, чтобы были здоровские. На лодке по джунглям плавут. Вокруг водная гладь отражает. Красиво. Что мешало всю игру такой сделать. А мы большую часть игры бегаем по каким-то мрачным местам. И ждем, пока начнется что-нибудь интересное. Я начинал эту Uncharted на PS Vita как бенчмарк. Мне нужно было померить FPS. Как консоль греется. Посмотреть графон. Знаете, вот эти комповые движения. Прогреть видеокарту. Посмотреть, что железяка может. Потыкать кнопочки и выйти. Проходить мне ее особо не хотелось. Там вторая и третья вроде локации интересные. Ты вдоль водопадов идешь. Вроде бы как графика терпимая. Но хотелось бы лучше. Нужно обязательно ставить Vita Graphics. И ставить максимальное разрешение. Тогда игра выглядит заметно красивее. С высоким разрешением. И вот после половины игры. Где-то главы с пятнадцатой. Игра реально стала интересная. Примерно как вторая часть. Ну нет. Вторая я загнул. Вторая вообще шедеврально. Ну примерно как третья часть. Я думал это на одну или две главы. Будет улучшение. А оказывается вся вторая половина игры. С пятнадцатой главы и до финала. Стала интересная. Нужно перетерпеть нудное начало. И потом Uncharted вполне себе нормальный. Но еще могу посоветовать. Внутриканальные блютуз наушники. Для большего погружения в игру. И нужно настроение. Прийти просто с печальным каким-то грустным настроением. Взять Vita и играть. Наверное не прокатит. Нужно вот почувствовать в себе какую-то тягу к приключениям. К виртуальным. Какую-нибудь игру на прохождение. Сесть именно заранее. С мыслью что ты хочешь погрузиться в какой-нибудь игровой мир. И вот тогда это Uncharted заходит. И теперь мне даже хочется продолжения. Хочется или продолжения этой игры. Или что-то подобное на PS Vita. Поиграть. А их. Насколько я знаю. Таких игр больше нет. И вообще довольно грустно. Что тогда это плохо. Видимо все продалось. И продолжение не вышло. А нам точно в эту сторону? Не уверен. Свери с навигатором. Ах ты же его утопил. О господи. Ладно, ладно. Жалею что спросил. Глубокая ночь. Лежим с Полиной. Играем на PS Vita Uncharted. На разных. На двух штуках параллельно. Я вот встал борща перекусить. Хлеб взял. Ну борщ я уже умял. Залез на Авито. Свечи посмотреть. И виты. И вот города смешные попадаются. Или населенные пункты. Есть населенные пункты. С названием Саки. Каждый раз вижу и кекаю. Думаю. Вот блин. Надо же было назвать. Просто кто-то скажет. А я в Саках живу. И это очень смешно звучит. А тут еще объявление вылезло. PS Vita прошитое. Сукко. Это вот как некоторые говорили. Эй Сукко. Иди сюда. Так вот и тут. Село Сукко. И я думаю таких названий еще полно. Свечи OLED дешевеют. Вон он. Splatoon 3 Edition. За 20 тысяч рублей. С док станцией. Я не открывал. Не смотрел что там. Но я уже два видел. За 16 и за 18 тысяч рублей. Свеч OLED Splatoon Edition. Тот что самый дешевый был. За 16. Он был вроде в прекрасном состоянии. Рабочий. Но он был в ломбарде. Без комплекта. Ну то есть просто как смартфон. Вот они смартфонами так торгуют. Ты получаешь разблокированное. Исправное устройство. Без аккаунтов. Не требующее ремонта. Оно не уничтоженное. Не зацарапанное. Но у него нет даже зарядки. Ты провод. Зарядку сам покупаешь. И пользуешься. Чисто без коробки. Без док станции. Но все же. Это не 40 тысяч рублей. Как прошитый стоит. И не 25 тысяч. Как бы ушку какую-то с комплектом взять. А 16. Уже заметно дешевле. Интересно бы попробовать эмуляторы на свече. Вот я видео человека вчера смотрел. По этой теме. О и сегодня смотрел. Денис Мейджор про это рассказывал. Что вот эти вот все анберники. Но по сути можно это поставить на свечо лет эмулятор. Дакстейшн что ли он говорил. PS1 запускать. Но у меня сразу как-то оно все комом пошло. Он начал зависать. Там ничего у меня не вышло. И я забил на эту всю тему. Мало того что устройство. Как бы меня не очень устраивает. Само тактильное. Так оно там еще начало зависать. И я так и не добился результата. Но знаю что люди запускают нормально. У кого-то и музыка работает. И игры PS1 запускаются. Короче там видосы то были. Про то нужны ли эти портативные приставки. На самом деле. Стоит ли их покупать. Они вот их плюс. Что они маленькие и дешевые. Я так понимаю. Дешевле чем Vita. Но на самом деле Vita более функциональная. И все таки какая-то более такая эстетичная. Престижная что ли. Суалет экраном. Сенсорная такая гладенькая. А те как-то дешево очень выглядят. Что не скажешь о Switch OLED. Сам планшетик выглядит шикарно. И экран офигенный. 7 дюймовый OLED. Ну вот было бы интересно вживую глянуть. Как там PS1 игры работают. Когда нибудь до этого доберусь. Почти всю ночь играл в Uncharted. На Vita. Под конец она такая классная. Ближе к концу игры. И графика стала лучше. И играть интересно. И сюжет норм. И разнообразие. Одного дают поделать и другого. Зачем она в начале такая унылая. Что у нее играть не хочется. Но ближе к концу классная. И даже хочется продолжения. А понимаешь, что всем видимо это было не нужно. И продолжения нет. Ты помогла? Да нет, все нормально. А, а, о, ну не совсем. Ну вот, видишь, все не так плохо. Эйк, твой амулет. Ну да, прошибся. Ты уйдешь не с пустыми руками. О, нет. Титры. Я прошел. Еще один Uncharted. И это первая игра, которую я прошел на PlayStation Vita. Сегодня пол игры прошел. Главы с 17 или 18 и до конца. Вторую половину за один вечер. За одну ночь точнее. Первую половину проходил полгода почти. С апреля, да. Апрель, май. Три месяца, лето, пять, шесть. Сейчас с сентября. Офигеть. Первую половину игры почти полгода проходил. С весны по осень. А вторую половину, можно сказать, за ночь прошел. Вот вечером начал. И сейчас уже светло на улице стало. Уже утро. И я ее прошел. Но проходил, наверное, часов 50-60. Титры. Интересно, сколько будут идти. Правда, я сонный уже. Если бы она вся такая была, как была ее вторая половина, то классная игра. А еще офигенная графика. Смотришь и думаешь, вот это они сделали. На мобильном процессоре такой графон. Сравниваешь ее, например, с GTA San Andreas, здешней, на PS Vita, и думаешь, вот это разница. Uncharted такой графонистый, San Andreas простенькая. Ладно, на этом день окончен. Посмотрю титры Uncharted и буду спать. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok.